Воскресное собрание Я обычно общаюсь с людьми После богослужения И вот один подходит брат и говорит Слушай, я слышал, ты в Новосибирск едешь Я говорю, кто тебе сказал? Он говорит Ну мне кто-то сказал, что ты поедешь в Новосибирск Я говорю, да, я поеду Он говорит, по-моему, ты в зоопарк едешь? Я говорю, ну да, в зоопарк поеду с детьми Я говорю, ты откуда взял это? Он говорит, сын только что твой сказал Два с половиной года было Моему второму сыночку И вот он ему сказал, я иду дальше Подходит сестра, что-то из молодежи Говорит, там передачка в Новосибирск надо передать Я говорю, слушай, а ты откуда знаешь, что я в Новосибирск еду? Она говорит, сын твой сказал В общем, я понял, что Мы сделали семейный секрет И детям подарок такой организовали Их предупредили, что мы их возьмем в зоопарк А я часто отсутствую дома И знаете, детям так красочно рассказал Как будет в зоопарке Там крокодил будет Там лев будет От нас это 350 километров Ну и дети уже в таком предвкушении Мой сын ни разу не был в зоопарке Но он так красочно рассказывал Членам церкви Как там будет интересно А им, знаете, интересно Два с половиной года Ну он такой Ну я разговорчивый А он ну как бы вдвойне И вот И они его ну как бы раскручивают Раскручивают И вот он там рассказывает Они говорят, это же там не был Он А я знаю Вот Я думаю, откуда знаешь Я потом разговариваю Ну у него такое сложное имя Эдмунд ему дал ему Я говорю, Эдмик А ты откуда знаешь? Он говорит, а пап, ты рассказал Ты рассказал Знаете, друзья Я сегодня буду подобно моему сыну Рассказывать то, чего не видел То, чего не знаю Я бы хотел, чтобы мы сделали Такой, знаете, экскурс В небесный Иерусалим Это не будет плод Каких-то фантазий Хотя боюсь, что я могу Перебрать немножко Вы останавливайтесь Или улыбайтесь Когда чувствуете, что уже здесь что-то нереальное Ну и на самом деле Моим бедным русским языком Вот Вообще богатый русский язык Но у меня он не очень богатый Я постараюсь вот вместе с вами Посмотреть на небо Вообще интересно, что Есть два призова В Священном Писании Которые повествуют о том Что один раз написано Не смотрите на небо А в другом месте написано на небо Кто помнит В какой момент было сказано Что вы стоите и смотрите на небо Восхищение Иисуса Христа было Ну вот я представляю Вот они были-былись Только с Иисусом Христом Он умер, воскрес У них как бы пазлы начались Вот Сходиться Они поняли Мессию Иисуса Христа Он воскрес Он живой И вдруг Он раз, знаете Отрывается, отрывается И пошел-пошел на небо Знаете, вот такая маленькая точка И его раз и не стало Ну вот если бы я там стоял Я бы, наверное, с открытым ртом стоял У меня как-то от рождения Вот особенно Вот в детстве мне говорили Рот закрой, муха залетит Вот особенно когда что-то интересное Или я что-то впечатлил С вами челюсть Я бы, наверное, с открытым ртом стоял и смотрел И вдруг приходит ангел и говорит Что вы стоите и смотрите на небо А знаете, почему они смотрели? Они сразу включили режим ожидания Вот сегодня Кирилл говорил Да, об ожидании Вот они раз и смотрят Смотрят на небо Он сказал, что придет таким же образом И ангел говорит Да, он придет таким же образом А сейчас сижу И вот у Володи спрашиваю Володь, как ты думаешь Мы застанем пришествие Иисуса Христа живыми? Я не буду говорить его ответ Вот У меня другой вариант был Тоже не буду говорить Друзья, вы себе задайте вопрос Вы верите в то, что вы живыми Встретите Иисуса Христа? Нет, безусловно, мы должны быть ожидающими Потому что сегодня жизнь наша может прерваться Остановится сердечко Перехватит дыхание И все Вот она встреча с Господом Это, безусловно, мы должны быть Всегда-всегда готовыми и ожидающими Но мне так стало интересно На Дом из молодежных общений Я спросил, друзья Почти вся молодежь подняла руки Они верят, что живыми застанут Иисуса Христа Я не знаю, друзья Не знаю Но, тем не менее, время очень близко, друзья Очень актуальна эта тема Если она была актуальна 2000 лет назад То она актуальна и сегодня Хотя у нас, знаете, есть логика уже Но если, смотрите, если ученики ожидали его Ну и как бы они не застали его живым И уже прошло 2000 лет И как бы пришествия Иисуса Христа нету Поэтому есть всегда искушение расслабиться Успокоиться Но, друзья, пускай тогда другая мысль нас задевает Иисус Христос может прийти В любой момент в моей жизни В любой момент В моей жизни она прервется Текст, который я хочу прочитать В основании своих размышлений Он записан Евангелие от Иоанна 14 глава 2-3 текст Евангелие от Иоанна 14-14-2-3 В доме отца моего обители много А если бы не так Я сказал бы вам Я иду приготовить место вам И когда приду И приготовлю вам место Приду опять и возьму вас к себе Чтобы и вы были где я Это один текст Ну и один текст Я просто на память процитирую Колоссянам Вторая глава Такой текст Или третья глава Такой текст О горнем помышляйте А не о земном, друзья Я бы хотел, чтобы мы могли Сосредоточить мысли сегодня Что нас ждет там Вот смотрите Христос говорит Я пойду и приготовлю Вообще все, что творит Господь Это все весьма прекрасно И Он говорит Я иду приготовить Приготовить обитель Друзья, что такое обитель? Ну, может быть Мы часто это Ну, или можем слышать Где-то в лексиконе Православных верующих Да? Вот, ну, что-то такое обитель Это что-то такое Ну, не совсем такое уютное место Друзья, нет Обитель, мне кажется Это наоборот Что-то такое комфортное Спокойное Где можно отдохнуть И это как раз то место Куда Которое нам Готовит Господь Мы как-то Ну, вот Я сына своего привел Да, в пример И я вот, наверное, подобно Ему буду что-то рассказывать То, чего я не видел У нас как-то На работу поступила Женщина-маркетолог Ну, мне пришлось С ней сотрудничать Оказался очень Профессиональным человеком Я удивился Как она через неделю Рассказывала о нашем продукте В общем-то Ну, мы печи делаем Для частных домов А она Она живет в квартире Она так красочно рассказывала Как будто бы она пользуется этим Друзья, я тоже не буду Маркетингом сегодня заниматься Не буду Не буду, друзья Но постараюсь Передать плод своих размышлений Основанных на Священном Писании И хотел бы, чтобы мы Знаете, зажглись этой мыслью Что нас там ждет Вот куда Вообще Куда мы идем И что мы там встретим Знаете, мне кажется Почему сегодня люди Слабо стремятся в небеса Или мало о нем размышляют Потому что достаточно Размыто в Священном Писании Говорится об этом Итак, друзья Я постараюсь Пойти Давайте попробуем от обратного В основании возьмем 21-22 главу книги Откровения Это последняя книга Библии В нашей Библии В других Вот На другом языке Она не последняя Вот Чего там не будет Вот первая мысль Которую, друзья Давайте от обратно Вот иногда понять Что нас ждет Надо понять Чего там не будет Первая мысль Можете высветить Это текст 21-я глава Откровение Четвертый текст И отрет Бог Всякую слезу С очей их И смерти не будет уже Ни плача Ни вопля Ни болезни Уже не будет Ибо прежнее Прошло Друзья Там Не будет Смерти Ну Мы сегодня На молодежном общении И у нас Среди нас Присутствуют Пожилые люди И мы скажем Ну вот Наверное пожилым Тут еще про бабушку Кирилла рассказывал Как бы им надо думать О смерти Вообще Мы думаем о смерти Или нет Если вам кажется Что смерть Ну далеко Или она Ну как бы Давно вас не касалась Ну или как бы Вашей семьи Прийти познакомьтесь С нашей молодежью Мы недавно стояли У гроба Молодого парня Который ушел Из жизни в 16 лет И мы рыдали И плакали вместе С молодежью Понимали Что смерть Она очень реально Очень близко И это ужасно Друзья Ужасно И когда особенно Нету точной Уверенности Спасен человек Или не спасен Друзья Мне впечатляет То что там Смерти не будет Мне было 15 лет Я стал пацаном У гроба своего отца Знаете У меня было столько вопросов Я еще не был Возрожденным человеком И для меня смерть Она наводила ужас Это больно Друзья Умирает праведник И тоже больно Очень Очень страшно Я вот представляю Друзья Смерти там не будет Там не будет кладбища Там не будет вот этих слез Написано И не будет плача Не знаю Хотя думаю Плач от эмоционального восторга Будет или нет Но плач страданий Там не будет Сегодня Мир заливается Слезами От горя Где-то идет война Где-то какие-то бедствия Землетрясения И люди плачут И рыдают Меня Мне хочется на небо Только потому Что там не будет смерти Еще здесь мысль Чего не будет там И это у меня первый пункт Такой Там не будет болезни Ну молодежь Сегодня Мало болеет Да Вот Хотя я вот 33 года Вот Узнал что такое поясница Ну вот Еще некоторые органы Как бы почувствовал Что они у меня есть Я только как бы В учебнике биологии Их видел Вот Я понял что они есть И в общем-то Что-то начинает уже болеть Вот пока был Пока 20-18 лет Особо ничего не болело И знаете И так случилось Что моя мама Недавно Тяжело заболела И мне пришлось Возить Возить В одну больницу Во вторую В третью У кого есть пожилые родители Вы понимаете О чем О чем идет речь Я всегда с мамой сажусь И начинаю разговаривать Я думаю Мам Ну что как будто Не о чем больше другом поговорить Знаете Она говорит о болезнях О болезнях Я говорю Мам Придем на небо И ты выздоровеешь Не переживай Не переживай Все пройдет Все пройдет А я вижу Она просто так страдает Она осталась без мужа Она болеет сейчас И вот эти болячки Они мучают человека Я хочу на небо Друзья Потому что там Не будет болезни Не будет болезни Болеет моя жена Болеют мои дети Там этого не будет Вторая мысль Чего не будет там Что меня вообще Особенно цепляет Я все кстати Осветить не смогу Такие вот То что мне особо Дорого стало 21 глава 27 текст Чего не будет там И не войдет В него Ничто нечистое И никто Преданный мерзости И лжи А только те Которые написаны У Агнца В жизни Чего не будет там Греха не будет Ничего нечистого Знаете Я когда Пришел на членское собрание Должен был Представать Принимать крещение У меня один старец Задает вопрос Я кстати провалил Этот экзамен на церкви Вот подскажу Может быть вам тоже Кому-то зададут вопрос Правильно Отвечайте пожалуйста На него Если не знаете Просто правильный ответ Вам скажу Мне говорит Старый служитель Как ты думаешь Ты когда войдешь В церковь У тебя Искушение будет Больше или меньше Харисты Они уже знают Больше Они уже шепотом Говорят больше Вот А я говорю Меньше Ну я как Я как бы добрался Уже наконец-то до церкви На самом деле Сколько можно Исповедоваться Каяться Я сейчас Приму крещение И все Жизнь наладилась Знаете Я К сожалению В такую же Глупость попал Когда Ну я уже так не говорил Но мне казалось Что если я стану Служителем Вот буду бороться За чистоту За святость Искушений будет меньше Меньше греха будет Ну как-то грех Подальше от меня будет Ну я вчера говорил Уже молодежи Да друзья И вот этот Голиаф Я его стабильно встречаю Друзья Я каждый день его встречаю Я его встречаю Когда сижу здесь На собрании Я его встречаю И друзья И он предлагает То Что нельзя христианину Конечно Приятно От того Что есть победа Но есть и поражение Как ты с молодежью Разоткроверничался Я говорю Молодежь Вы просто не представляете Как это трудно Как это трудно Быть служителем Мне кажется Двойная Тройная порция Искушений идет Искушений Я вот представляю Я вот войду в небо Я проснусь на небесах И больше не будут Вот этих глупых мыслей лезть Больше Мои мысли Никуда-то не пойдут Мои глаза Перестанут цепляться За что-то греховное За то, что вообще не мое И то, что мне не принадлежит Друзья Там не будет греха Первое Там не будет смерти и болезни Второе Там не будет греха Я хочу на небо Потому что Там не будет греха Третья мысль Которую я вижу Необычная Двадцать первая глава Двадцать второй стих Чего не будет там Храма же я не видел в нем Ибо Господь Бог Вседержитель Храм его И Агнец Друзья, чего не будет там Храма Ну, когда я был Подростком Вот И кто-то мне сказал Такую мысль Ну, я говорю А что там на небе будет Вы хоть расскажите Вы только рассказывайте Ну, там собрание будет Говорит Собрание Вот Христос будет проповедовать Я говорю Как? Ну, там всегда Собрание будет Вот И думаю Надо же Как всегда собрание А мне так собрание Тяжело давались Вот Хотя я хорошо себя вел Сидел Но вот внутри Ну, как бы Бывал Не на собрании Или чаще Бывал не на собрании Вот Я думаю И вот еще Не все в небо Друзья, хотят Там не будет храма Друзья Я не знаю Будет ли там Какой формат Богослужений будет Ну, не думаю Что вот такой Привычный Вот нам Образ Наших Богослужений Мы Написано Мы будем там Вместе с Иисусом Христом И вместо храма Вместо богослужений Будет сам Иисус Христос И у нас будет всегда И непрерывное общение И никто И ничто Не будет мешать нам Итак, друзья Это три мысли Чего там не будет У меня Не так много времени И я хочу Еще такое больше Обратить внимание Что нас там ждет Что нас там ждет Ну, и как-то готовился К этому Вот были размышления О небе Ну, и бывает Я так Сажу жену Детей И мы с ними общаемся Я вот им задаю вопросы Вот как они думают Что нас там ждет Ну, и своих хлопцев Решу спросить Ребята Вот вы на небо собираетесь Вот Ну, тогда они были поменьше Одному было четыре Другому два с половиной Ну, вот Старший говорит Ну, я говорю Что ты хочешь на небе делать Что будем делать на небе-то Вот И вот мучаю Я смотрю Жена улыбается Думаю Ну, тоже смотрит Как сейчас будет Какой ответ Знаете, что он говорит Он говорит Там речка будет Ты говоришь Там речка будет Вот Ну, да Будет речка А так случилось Я думаю А почему ты в речку Ну, как бы За речку-то зацепился А знаете Так, ну Много служений И редко Получалось С детьми быть А здесь Господь послал пандемию Собрания все отменились Поездки все отменились Все позакрывалось Ну, я с детьми на речку Им так понравилось И потом раз И все И пандемия закончилась Вместе с речкой Вот И поэтому он думает Ну, хоть на небо приду Хоть на речку пойдем Вместе с папой Ну, мне понравилась Вот эта простота Открытость, друзья Простота Открытость Вот детей А второй вообще Меня изумил Я аж расплакался Я говорю Сынок, а ты-то Что думаешь? Вот этот Мой проповедник маленький Который все про зоопар Всем рассказывал Он говорит Там будет, пап Сахара Много Я говорю Сынок, почему тебе сахара не даем? А потом вспомнил Что он Пальчик макает И в сахар несу Вот Когда особенно мы не видим И в рот Ну, а мы ругаем Во-первых Это неэстетично Во-вторых Ну, это не полезно Потом у тебя будут зубки болеть И вот он Ну, да А так хочется Думать Ну, бреду на небо Ну, хоть сахар будет там вдоволь Друзья, я не знаю Вот Я к чему вот эти образы Привожу Ну, вот Чего-то нас в жизни Нам светлого Хорошего Такого не хватает Я уверен Это поиск Вот Мы потеряли рай Вместе с Адамом С Евой Мы потеряли его С вами И грех И грех Он все испортил Мир Он прекрасный, друзья Но без греха Он еще прекрасней И вот И вот И мои дети В принципе У них мышление вот такое Я думаю Хорошо бы у нас Такое было мышление Вот здесь не получается То не получается Там не получилось Что-то купить Даже заработать В небе все будет, друзья В небе все будет Несколько смелая мысль Ну, вы подумайте Подумайте Вот когда что-то не получилось Что-то не получили Не расстраивайтесь Там все будет хорошо Как-то слышал мысль Брат говорит Если мы только в этой жизни Надеемся на Иисуса Христа То мы несчастнее всех сынов человеческих Вообще, я думаю, друзья Надеемся на Иисуса Христа И жить небом Это очень важно И Может быть То, чего мы здесь имеем Друзья Или я могу рассказать Может быть И один процент Два процента Попаду Возможно Все даже будет по-другому Что там, друзья, будет Давайте Несколько моментов Что нас там ждет Чего здесь нету Наверное, так Четвертый момент Золотой стих Двадцать один Двадцать один Высветить его Улицы города Сам город И улицы его Какие будут А двенадцать ворот Двенадцать жемчужин Каждые ворота были Из одной жемчужины Улицы города Чистое золото Как прозрачное стекло Друзья Вас цепляет Золото? Прилечает? Ну, мне кажется Для цыган нормальный Текст вообще Нормальный Скажу Вообще золотой Двадцать один Двадцать один И вот может быть Это их смотивирует Тоже идти в небо Ну, пускай Друзья, для них так будет Но я думаю Господи, ну вот Мы же люди разумные Вот что ты нам Хотел сказать? Вот я это написал Я, знаете Мне, во-первых Некомфортно Ходить, наверное По чему-то прозрачному По золотому Ну, мы сегодня Живем в другое время У нас в стиле Таком, знаете Лофт Там Модерн Все серые цвета Как бы золото Ну, вроде как Не в нашей культуре Друзья, ну, мысль Какую хочу сказать? В мире больше всего Имеет ценность Это золото По нему ориентируется Евро, доллар Там Экономика выстраивается Не знаю, как сейчас Ну, как бы так Должно было быть И в любом случае Это ценнейший материал А Господь показывает Иоанну Иоанн немножко Мне кажется, как бы Заикаясь немножко Он пытается передать Он понять не может Понять не может Он как на квадрокоптере Там летает И рассматривает Думает, что Господь Говорит, запиши Он думает, а что писать? Вот, а что писать? Ну, пишет, как увидел То, что ценность здесь В этом мире По вот этой ценности Мы будем с вами Топтаться Вы представляете Во сколько крат Будет лучший мир И тот город Который нас ждет Пятая мысль Еще шестой Седьмой Седьмой будет, друзья Ключевой момент Мы уже говорили о том Вообще Речь идет о городе Друзья, больше теперь Хотел акцент поставить То, что вообще Город ждет нас Двадцать первый Глава Первый стих Увидел я новое небо И новую землю Ибо прежнее небо И прежняя земля Миновали И моря уже нет И дальше он пишет Десятый стих И вознес меня в духе На великую высокую гору И показал мне Великий город Святой Иерусалим Который нисходил С неба От Бога Друзья, и написано дальше Он был украшен Как невеста Мы уже невести Немного слышали сегодня На церковь невеста Но вот город Как невеста Не знаю Как может город Быть как невеста Да? Не знаю как Друзья, ну вот Есть Новокузнецк Новосибирск Вот новые города Когда-то создавали город И вот какую-то приставку Новую подставили Чтобы как-то Показать Что что-то есть новое Но Друзья Будет там новый город Новый Иерусалим В котором не будет Шумных улиц Вот нам кажется Город Это все-таки шумно Была бы деревня Небесная какая-то Вот такая Спокойная С полями и лугами Вот мы здесь уже Хотим где-то в тишине Друзья, я не знаю Как оно будет Но мне еще нравится Вот эта приставка Слово «новый» И вообще все новое Там будет Сестры, вы любите новое? Новенькое что-нибудь? Точно любите Вот А братья тоже любят новенькое Особенно если это Четыре колеса И новенькое Это вообще Из области фантастики Для многих Но это мечта его тоже Вот друзья Вот новое Запах нового Вообще Вот просто подумайте Запах нового Он вообще Такой прекрасный Запах Но вообще здесь Потом все это новое Становится старым Мне кажется Вот мысль Какую здесь Закладывает Иоанн Эта новизна Никогда не пройдет Вот представляете Вот чем будет Интересно Небо Потому что Христос Вот будет Обновлять там Этот город Каждый день по-новому Там ничего Не будет повторяющимся Друзья, еще одна мысль Которая мне нравится Что мы там получим Это не записано В книге Откровения Это записано В послании Филиппийцам Третья глава Двадцать первый стих Я прочитаю этот текст Филиппийцам Двадцатого стиха Буду читать Наше же жительство На небесах Откуда Мы ожидаем Испасителя Господа Нашего Иисуса Христа Который Уничиженное тело Наше Преобразит так Что оно будет Сообразно Славному Телу Его Силую Которую Он действует И покоряет Себе все Что вы услышали Что мы получим Там новое Новое тело Да Пожилые Меня Пожилые Вы слышите меня Да Новое тело Вот Я почему говорю Пожилым Потому что Молодежь еще Не дооценивает Что будет Новое тело Пока оно Прекрасное Хотя Сегодня Молодежь увлекается На мой взгляд Чрезмерно Увлекается Вот этой В эту индустрию Обновления Своего лица Своих рук Ну вот Такая индустрия Штокотурки Я не знаю Как назвать Ну вот Но она Прямо такая Большая палитра Я скажу Это кстати Мы говорим Что это в последнее время Оно во все времена И в Священном Писании Мы тоже видим Тоже видим это Тоже видим И показывается Вот Вот человек хочет Как-то улучшиться Друзья Но Меня впечатляет И зажигает И вот особенно Сестры Или братья Вот если Есть какой-то изъян В вашем теле Какая-то болезнь Есть Какая-то немощ Вот Вот что-то не так Вот не хочу даже Называть Ну и вы ли плохо Видите Или еще что-то Вот Вот и вы понимаете Что это просто Ваш недуг Это ваша проблема Я вас хочу ободрить На небе Этого не будет Мы вас будем узнавать Но вы будете Как новый И знаете Еще мне больше всего нравится Вот подобно Сыну Человеческому Вот подобно Иисусу Христу Это вообще такая высота будет Вы уже иногда Начинаете улыбаться Я друзья Все буду заканчивать Вот Но я так хотел Я хочу Чтобы вы захотели На небо Вот захотели На небо Чтобы оно вас Не смущало Чтобы оно вас Прилещало Вот Своей необычностью Своей новизной Ну как бы Самая главная Изюминка На торте Вот что там будет Друзья Самое главное Я хотел с этого начать Можно было об этом говорить Но самое Я считаю Это самое главное Что нас там ждет Я прочитаю Откровение 22 глава 4 стих И узрят Лицо его И имя его Будет На челах Их И ночи Не будет там И не будут Иметь нужды Ни в светильнике Ни в свете Солнечном Ибо Господь Бог Освящает их И будут царствовать Во веки Веков Друзья Там будет Прекрасная Встреча С Иисусом Христом Меня это Больше всего Впечатляет Это как Знаете Это как Начинка Небесного города Вот сам по себе Город Вот все Что мы там Получим Знаете Это все еще Такое мелкое 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 Но самое главное Друзья Это Встреча С Иисусом Христом Знаете У нас Молодежное Общение Я бы хотел Сейчас Небольшой Диалог Провести Друзья Если вы Позволите Вот Мне нужна Одна семейная Пара Одна семейная Пара Я им Четыре Вопроса Задам И на их Примере Мы просто Попробуем Представить Встречу С нашим Господом Иисусом Христом Давайте Попробую Вы сильно Только не Смущайтесь Но я Вот Выбрал Пару Вот на вытянутую Они спиной ко мне сидят По-моему Это брат Брат Андрей Да Тебя зовут Если Сракатя Можете встать Не бойтесь Вы же Я такой местный Здесь Вот Вам Четыре Вопроса Потом вы Сядете Вы можете На церковь Смотреть Вот вам Первый вопрос Андрей Катя Правильно Вас зовут Да Мне первый Вопрос Вы любите Друг друга Да Да Конечно Я вижу Как на Зачетании Немножечко Сейчас Да Да Нет Второй вопрос Вы сколько лет В браке Чуть больше Полтора года Чуть больше Полтора года Немного будет вопросов Третий вопрос Были ли у вас Разлуки И самая большая Разлука В Якутию Когда ездил На неделе две По-моему Самая большая Можно Кате Вопрос задам Как трудно было Перенести разлука Да Особенно Первые Дни Вообще Все время Хорошо Все можете Садиться Можете Садиться Вот Друзья Давайте Просто возьмем Андрей Катя Ну Катя Я буду тебе Еще Может быть Некоторые вопросы Задавать Вот Ты себе Можешь Представить Что тебе Так случилось Что вы с Андреем На 40 лет Расстались Не дай бог Да Я думаю Что тебе даже Ответить не Начинается вопрос Но теперь Друзья Теперь вы Представьте Что Вот Наступила война И такое событие Вот Андрей оказался За границей И все Железный занавес И вот Вообще Никак не может Приехать Катя Вы уже Церковь переживаете Вы думаете Ну как Так что И все И просто А связь есть И вот Вы представляете Сколько бы часов Общались По телефону Вот Видеосвязь Была бы Да Круглые сутки Общались Наверное Ты бы готовила Катя бы готовила На кухне Она бы поставила На видеозвонок И все бы И Андрей бы там Был бы Она здесь Вот вообще Представьте Вот этот режим Ожидания Вообще Какая-то бесконечность Идет 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 Вот попробуйте Проникнуться их судьбой Ну к примеру Да К примеру И все И говорят Занавес упал И Андрей едет Кате Вы бы хотели Посмотреть на встречу Я думаю Что вы бы все Плакали и рыдали Еще наверное Последний вопрос Кате Кать А если бы Андрей Сказал тебе Через месяц Что ему надо В Якутии На две недели Я думаю Что ты бы его Не отпустила Отпустила Ну не Пускай Пускай Не благовестия А просто Какая-то Разлука Или он бы сказал Мне надо На работу В командировку Вот Опять Надо Уехать Ну друзья Это немножко Как бы Фантазия Да такая Но Да благословит Господь Чтобы у вас Такого не было Это не какое-то Пророческое слово Не что-то Подумайте Друзья Я хотел просто Мысль вот эту Встреча Агнца С церковью Вот Кирилл Сегодня четко Эту мысль Подметил Мы не видели Его Мы не знаем Друзья Я с одной стороны Согласен с ним Что мы его не видели Друзья С другой стороны Мы знаем его Он курирует Нашу жизнь Он отвечает нам На наши молитвы Мы встретились с ним Мы его знаем Как личного спасителя Мы ему посвятили Всю свою жизнь Он подарил нам Все для нашего спасения И встреча Свадьба Она откладывается 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 Да Мы сейчас Женатые Да Спросили А вообще Представляете Это еще Даже не было Вот этого соединения И я специально спросил Любят ли они Друг друга Друзья Христос любит Церковь свою Друзья Уверен Что вы любите Господа Но будет Вот эта встреча И это самое главное Я хочу рядом Сесть с Иисусом Христом Я хочу послушать Вот эти истории Толкование притч Вот только в Евангелии Друзья Мне с одной стороны Много что понятно И много что еще не понятно Я бы задал Иисусу Христу Вопрос Господи А почему А почему у меня не было Первые трое лет Детей Господи А почему так было А почему мой отец ушел Когда мне было 15 лет А почему так или иначе Моя жизнь сложилась Вот я бы ему Много вопросов задал Я бы задал вопрос Господи А почему ты мне столько дал Почему я такой богатый был Почему у меня такой дом Такая машина Почему ты меня Господи сохранил Когда была такая ситуация Я бы много вопросов задал Я друзья уверен Что у вас Будет возможность Задавать Господу вопросы Будет общение С нашим Господом Пускай вот этот Добрый пример Который мы сейчас послушали О любви двух людей Друзья Чтобы нам так Любить Господа И желать вот этой Вот этой встречи С нашим Иисусом Христом Иисус Христос говорит Я иду Приготовить вам место Дорогой друг Как ты думаешь Есть ли место тебе В небесном Иерусалиме Вот в этом прекрасном месте Ты прописан там? Записан ли ты в книгу жизни? Как твои взаимоотношения С Господом? У меня смысл такая С Кириллом посетилась сегодня Он еще вступление К этой песне сделает Вот я предложил Давай споем песню 299 номер Там в вышине бесконечный Город стоит Город вечный Как я хочу там отдохнуть И дышать И дышать Пускай эта песня Послужит ободрением Для тех, кто устал на жизни На пути В скорбях, страданиях Друзья Я бы хотел, чтобы вы сегодня Ушли с этого собрания Окрыленной верой На встречу с Господом Друзья Кто не имеет этой встречи Пускай ваше сердце Дрогнет Что я Я пока за дверями Пока я за дверями И не дай Бог Что со мной случится Где я буду Друзья Я предлагаю Мы будем когда петь Если можно слова Братья, вы светите 299 номер Юность Иисусу Второй куплет Второй куплет Можно петь всем Вот особенно у кого Будет петься на душе Пойте, друзья Третий куплет Мы опять вдвоем споем Первый, третий Мы поем вдвоем А второй, если вы захотите Споете Хорошо? Да будет за все Господу слава Аминь Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!